Собственно город Омск, административный центр Омской области, расположен на слиянии рек РТШ и Ами, миллионер, причем уже давно миллионер, третий по численности населения город Сибири и тринадцатый по численности населения в России. То есть вообще город очень большой, но обычно жалуются на проблемы в городе. Считается, что основан в 1716 году, хотя попытки основать там были и раньше, и статус города он получил в 1781, то есть длительно это была маленькая крепость. Название естественно от реки Ом, Омский острог это первоначально называлось, и Ом означает тихое, на языке сибирских татар, то есть как бы вот тихий город вообще так исторически. Расположен естественно на юге западно-сибирской равнины, 150 километров от границы с Казахстаном, там местность очень плоская в Омской области, соответственно город тоже очень плоский такой, никаких возвышенностей не видно, как допустим в Иркутске. Ну и разливы РТШ могут вызывать наводнения, и в девятнадцатом веке, и даже в двадцать восьмом году, двадцатого века были крупные наводнения. Часовой пояс плюс три, умедленная климатическая зона, ну в Омске много солнечного света, потому что в принципе это степь, а климат все равно континентальный, то есть вот падает у нас средняя температура в январе минус 16, но может и минус 45 тоже упасть. Осадков чуть больше летом, летом может до плюс 40 опять раскакануть, то есть вот 85 градусов диапазон перепадов, как раз континентальный климат. Из-за того, что степь, соответственно, еще и ветра много, то есть в целом погода, думаю, что даже в Томске помягче, потому что в Томске хоть холода бывает, но это среди лесов, и ветра там сильно практически нет. Хотя там влажно в Томске, а в Омске сухо. Ну, естественно, из-за степи там нет естественных лесов, то есть ближайшие там небольшие эти березовые рощи, это огромное расстояние, к северу там где-то там березовые рощи начинаются, но в Омске все в основном степь вокруг. Насадили внутри города, и там регулярно были компании за эти насаждения, в частности насадили тополя и построили несколько парков внутри города, наиболее известная птичья гавань. Ну и вот в птичьей гавани помимо флоры есть еще фауна, а именно всякие птицы там, 288 видов птиц. Ну, это всякие вот степные птицы, то что в степи вообще птиц много, и плюс еще там завезли кое-каких, ну и также пролетом там пролетают птицы, и в Омске иногда останавливаются в этом парке, специально для них сделано. Экологическая обстановка, говорят, налаживается, была неблагоприятной, после того, как Омский нефтезавод модернизировали, с воздухом стало получше. 2014 год, модернизация Омского нефтезавода и некоторых других крупных производств снизила загрязнение воздуха, однако загрязнение рек высокое. Последние 10 лет в реках Иртыш и Омь запрещено купаться, промышленные истоки, потом город большой, миллионный, всяческие отходы, все тоже в Омь, в Иртыш, и все там загрязняют. В том числе солярка, нефтепродукты, свалки огромные, до сих пор проблема мусора не решена. Но в связи с тем, что идет экономический спад в Омской области, немножко помогает закрытие предприятий, как обычной экологии, но не сильно, потому что многие предприятия все еще работают, крупный промышленный центр. Так как он среди степи, с 1967 года проводилась кампания, чтобы сделать из Омска город-сад, ему дали статус город-сад, то есть там очень много насаждений сделали, однако все они разваливаются. Поэтому их надо обновлять, то что в СССР посадили, они уже все старые, их вырубают, поэтому амичи даже шутят, что был город-сад, а стал город-пень, потому что все эти насаждения достаточно вырублены. Но однако я сделал экскурсию виртуальную по гугл-картам и смотрю, что Омск все-таки достаточно зеленый по сравнению с другими сибирскими городами, то есть черты города-сада все-таки есть. Исторически строительство Омска связано в основном с борьбой с айратами и казахами, частично, но в основном с айратами. Это 17-й даже век, калмыки были вот прям в районе Омска, Новосибирска, айраты это по сути калмыки, это монгольское племя. Ну вот, значит, айраты как раз в 17-м веке, когда Россия в Сибирь продвигается, они входят в Джунгарское ханство, а тюрки, которые воевали с ними, они все время просили, значит, чтобы там русские защищали, и сами вот эти русские первопоселенцы тоже хотели, чтобы дальше двигались крепости. Основной крепостью была Тара. Тара давно основана, она на севере Омской области. Вот тарские воеводы еще в 17-м веке постоянно просил, чтобы на стечении Иртыша и Ами сделали Омский острог, уже тогда это так называлось, чтобы отодвинуть границу крепостей, чтобы на Тару все время не нападали за степи. Вот. Даже был такой указ, ну тут пошло восстание Степана Разина, туда еще бардак. Опять этот проект восстановили при Петре Первом, когда вся та же проблема была с айратами. Более того, на айратов напирали китайцы, и айраты активизировались именно в Средней Азии. Поэтому в основном против калмыков, которые тогда серьезную империю там в степи создали, построили в 1716 году Омский острог, и где-то к концу XVIII века уже признали это городом. То есть это все в рамках линии. Линия шла от Омска, где-то до Усть-Каменогорска, вот до тех мест, прикрывала Алтай и все прочие сибирские поселения от ударов со стороны степи, от любых кочевников, и от казахов, и от айратов. Ну про это все я, в общем, уже рассказывал в курсе XVIII века. В XIX веке границы России продвинулись первоначально где-то там вот за казахские степи, то есть казахи вступили в Россию, о чем я тоже рассказывал, но не все, и там продолжали серьезные проблемы. Серьезно не контролировала Россия все равно степь, казахи там сами по себе жили, хотя формально считалась русская территория. Ну вот в связи с тем там, с этим создали там администрацию. Во-первых, это был один из центров, собственно, этого сибирского линейного казачьего войска, тут был сибирский, это войсковое училище, сибирский кадетский корпус. Надо было управлять всей этой линией, она расширялась, казаки прибывали, каторжане, все такое, и надо было что-то решать с казахами, которые восставали. И вот с крупнейшим центром административным как раз вроде как и Западной Сибири, и Казахстана стал как раз Омск в XIX веке. Ну вот в какой-то степени можно сказать, что это русская столица Казахстана. С 1850 по 1854 год в Омском Остроге сидел писатель Достоевский, который потом написал записки из Мертвого дома в стиле критического реализма, и все там обругал. Конкретно, значит, Достоевский написал «Омск, гадкий городишко, природы там никакой нет, городишко грязный, военный и развратный в высшей степени». Это, значит, ворчание Достоевского. Ну, Достоевский вообще, он как бы, записки из Мертвого дома, он писал в том стиле, что в Сибири все ужасно, вот этих всяких петербургских там барышень, интеллигентов, утонченных он пугал Сибирью, там что все ужас, там какие-то каторжане, все сифилитики. Ну и вот в этом стиле он и Омск тоже весь обругал. Тем не менее, естественно, город развивался, Россия продвинулась в Среднюю Азию, то есть вот эти военные функции постепенно пропадали, потому что уже военные стояли в Ташкенте, да, и административные увеличивались, то есть там все больше было, чем управлять. Столыпинское переселение тоже в значительной степени в район Омска пошло, и как раз украинцы в Столыпинское переселение непосредственно перед революцией заехали. В гражданскую войну перенесли в Омск столицу, в основном по причинам, что там была администрация более-менее такая развитая, там было много чиновников в Омске, которые управляли в основном казахами, а казахи отделились, у них там свое уже было государство, и поэтому весь аппарат Колчак решил использовать уже в своей Колчаке. Но колчаковская власть там недолго продержалась, в ноябре 1919 года вошли Советы, и Советы вот за то, что в Омске была столица Колчака, Колчаковской Сибири, решили его жутко покарать и перенести все в Новониколаевск, который Новосибирск. Новониколаевск именно при Советах начал бурно развиваться, как такой пролетарский город, и они думали, что в Омске все равно все вот эти кооператоры, все эти ненужные им там эти все кулаки, казаки и так далее, а вот Новосибирск будет новый индустриальный центр Сибири. Вот туда всю администрацию Сибирскую и Западно-Сибирскую перенесли, ну и, соответственно, Омск стал таким обычным административным центром, 20-е, 30-е, его роль падала, и население, соответственно, тоже частично перекинулось в Новониколаевск, Новосибирск. Частично это все поменялось в войну, когда начали эвакуировать из прифронтовой полосы военные заводы, и тогда вот Омск превратился в индустриальный центр именно в войну, потому что туда военные всякие предприятия, ну и машиностроительные, которые все равно все это поддерживали, и там стал промышленный город. В 1948 году начали его массовое еще озеленение, и все боролись, был лозунг «Сделаем Омск городом-садом», и, наконец, в 1967 году Омск прогласили городом-садом. 20 лет озеленяли. Ну, естественно, в 90-е экономический кризис, это все жутко пострадало, и в нулевые, в десятые вроде как восстанавливалось, но не до конца. Обычно омечания жалуются, что в Новосибирске положение лучше, и особенно, естественно, в Тюменской области, где разработка нефтяных месторождений. Недавно поменяли там административное деление, ну, в 90-е смысле, и сейчас там 5 административных округов. Герб города в 2014 году утвердил Омский городской совет. Это исторический герб, который еще Екатерина дала Омску. Ну, и, в общем, его тоже обсуждали, что тут нарисован какой-то забор, но, естественно, Екатерина имела в виду, что это линия, что это крепость. Современно это положение Омска как административного центра не показано, да, и индустриального. И это давно уже не забор и не крепость. Ну, и, в общем, все критиковали, однако все-таки настояли на историческом гербе. Это все путинское, все это реконструкторство. Прямо вот 18 век у нас. Что касается населения, вот она схемка, из которой очевидно, что в 19 веке было мало, на самом деле, людей, которых ругал Достоевский. Этих грязных и развратных амичей было всего 16 тысяч, изруганных Федором Михайловичем. Начало расти, вот именно когда переехали предприятия, и сразу начало расти там резко. К 79 году вышла на современную численность, где-то миллион-миллион сто, и с тех пор практически не менялась. В 90-е был спад населения, но не сильный. В нулевые то спад, то подъем, и сейчас тоже вот то спад, то подъем. То есть где-то она вот незначительный, то рост, то незначительный спад. Вот такая система сейчас. Но надо сказать, что в Сибири вообще характерен спад населения, из Сибири переезжает население, поэтому то, что Омск держится, так сказать, туда-сюда-сюда, держится более-менее стабильно, это значит, что все-таки не уезжают. То есть сколько уехало, столько приехало. Национальный состав такой же, как и в Омской области. Вообще 60% жителей Омской области проживают в Омске. Соответственно, национальный состав 89% русские, 3% казахи, 2% украинцы, ну и остальные меньше. Есть примерно 1% немцев тоже сибирских. Есть 58 национально-культурных организаций, которые некоторые имеют даже печатное издание, так сказать, поддерживают национальные традиции. Ну, татарские и казахские в основном. Архитектура по обоим берегам Ами имеется историческая застройка. Ну, вроде пишут, что мало высотных зданий, хотя я визуально посмотрел, опять же, по гугл-картам и высотных домов много. Не в центре, но там на периферии много типичных спальных районов с высотками. Неоднородная застройка, кстати, напоминающая Томск. То есть там высотки, высотки, а потом бабах, там деревяшки. Массово стоят. Ну, из архитектуры там известен такой Омский дом с драконами. 130 памятников архитектуры в центре города. По поводу частного сектора, как обычно в Сибири, жалуются, что условия плохие. Буквально даже в центре Омска есть районы, где нет газа, канализации, грунтовые дороги, свалки, какие попало. Вывоз мусора они не оплачивают, то, что бедные. В общем, пытаются там сносить этот частный сектор и застраивать современным жильем. Такая политика, но она и в Томске проводится. Мосты из архитектуры известны. 10 мостов. 5 над РТШом и 5 над Омью. Экономически крупный транспортный узел. Ну, в общем, все равно пишут, что сравнительно низкая покупательная способность. То есть, сравнительно бедная. По сравнению с Новосибом и Тюменью, опять же. По сравнению с соседними сибиряками. Пятое место в рейтинге 250 крупнейших промышленных центров России по промышленному производству. То есть, хотя и жалуются, промышленность развитая. Один из крупнейших в России промышленных центров. Ну, какая там промышленность? Значит, аэрокосмическое производственное объединение полет, которое выпускает ракеты-носители. Вот, которые в космос летают. Вот такая известная. Потом множество военных всяких. Авиационная техника. Вот эти все вертушки, вертолеты, они в Омске. В значительной степени. Омский завод гражданской авиации выпускает в основном вертолеты. Авиаремонтное предприятие «Мотор» выпускает тоже все всевозможные моторы и прочие установки для самолетов и вертолетов. Имеется Омский завод транспортного машиностроения, который так называется, но выпускает танки. Вот крупнейший центр военной промышленности. Естественно, сейчас военная промышленность России загружена вся под завязку об этом. Все прям пишут и говорят. Вот, видимо, сейчас Омский транспортный завод только танки и выпускает. Ну, в принципе, он может выпускать трактора, экскаваторы, но это у него не основное, а как бы в основном танки. ПО «Эртыш» радиоэлектронная аппаратура. Ну и вообще всякое много заводов, радиозаводов, которые радио выпускают. Омский нефтезавод, переработка нефти, производят технический углерод, полипропилен, синтетический каучук, шины. И Омский НПЗ, один из крупнейших России по нефтепереработке. Ранее сильно загрязнял окружающую среду, сейчас вроде как там очистку поставили. Но очень много производят каучука там. И вокруг него всякие дочерние заводы, которые на чем-то специализируются. Там, допустим, шины делают из этой же продукции, которую нефтехим выдаёт. Полипропилен и всё вот такое. Ну, также там есть, конечно, пищевая промышленность, Омский бекон, завод плавленых сыров и фирменный плавленый сыр «Амичка» у них там. Мороженое тоже всё местное есть, сладуница. Макаронная фабрика, минеральная вода Омская производится, тоже в Омске. Четыре ТЭЦ обслуживают город, а также его и загрязняют. Что касается магазинов, естественно, раз в миллионный город, много магазинов, много крупных торговых центров. Огромный торговый центр «Континент», площадь 160 тысяч квадратных метров. Ну, я тоже, когда по городу посмотрел виртуально, вижу магниты там есть. Вообще в Сибири этих магнитов-то нету, ну, по крайней в Томске я в 2010 году из Томска уехал, там этих магнитов не было. Магниты я увидел уже на Кубани, которые тут господствуют в Черноземье, но я видел, что магниты в том, в Омске тоже есть. Аптечные сети, торговый центр вот этот «Континент» огромный, потом торговый центр «Омский», который открылся ещё в 1984 году, то есть один из крупнейших универмагов СССР, считался в СССР универмагом, сейчас, собственно, торговый центр стал. Крупные рестораны тоже. Что касается гостиницы, пишут, что низкокачественные, ну, много гостиниц, ну, как бы, трёхзвёздочные там максимум, и то редко. Коча, ни одна на пять звёзд не вытягивает в Омске. Ну, связь стандартная, Ростелеком, везде у нас сейчас господствует. Есть мелкие местные компании, типа Омский кабельная сеть. Транспорт речной, исторически по рекам в основном всё в Сибири было, сплав по рекам. Речной вокзал крупный, поэтому по АМИ до сих пор транспортные маршруты. Омск-Салихарт – это транс-обской маршрут. Через Тобольск, Ханты-Мансийск ходят пассажирские маршруты по реке. Теплоходы «Заря» всё ещё, как вот они были, эти «Заря» ходила в 70-е прошлого века, так вот и сейчас уходит «Заря». Грузовой Омский речной порт, железнодорожный транспорт «Транссиб», два железнодорожных вокзала «Омск-Пассажирский» и «Омск-Пригородный». Аэропорт «Омск-Центральный», ну, городской транспорт-автовокзал. Пишет, что в городе и вокруг города только 30-40% пассажиров перевозится муниципальным транспортом и 60% – частные перевозчики, многие из которых нелегальные, с ними интенсивно борются, но в Сибири это тяжело. Ну, в общем, вот так, то есть там всё-таки значительный сектор частный перевоз, а не трамваи. Хотя есть там, конечно, троллейбусы, трамваи, большой город, всё есть, такси, маршрутки. Начали там даже строить метро, но так и не достроили. Ну, в общем, достопримечательность теперь. Омск – это недостроенное метро. Федеральная трасса Иртыш, ну, и также трасса Томск-Тюмень там есть, и дорога Омск-Тара. Не, не Томск-Тюмень, а Омск-Тюмень, да, и дорога Омск-Тара. Малое предпринимательство там жалуется на упадок, как бы их в нулевые много зарегистрировали, сейчас они сокращаются, говорят, из-за проблем с бюрократами местными. Имеется Омская медицинская академия. Из особенностей медицины там есть центр анималотерапии, то есть, где психическая реабилитация с помощью общения с животными. Например, там есть ипподром, и там проводится анималотерапия с лошадьми, или там есть центр анималотерапии с собаками. Планируется привлекать также кроликов и черепах. Библиотек 46, но я думаю, сейчас они все в кризисе. Вот возле станции метрополитена недостроенной имеется Омская государственная областная научная библиотека имени Пушкина. В 2016 году совместно со всеми этими образовательными и прочими всякими учреждениями культурными делали мегапроект Третья столица. Он в основном был направлен на популяризацию того, что Омск был столицей России при Колчаке, и популяризацию соответственно Колчака, периода гражданской войны. Там все вот эти библиотеки, вузы и прочее все были задействованы, проводили там как бы проект по созданию бренда Омска как Третья столица России. Ну, понятно, что никто про эту Третью столицу, кроме как в Омске и не слышал. Все знают, что у нас две столицы, Москва и Петербург. Ну, может быть, Новосибирск еще, если так брать, про Сибирь. Если про Сибирь, то все вспоминают обычно Новосибирск, считают его столицей Сибири, что отчасти верно, потому что некоторые общесибирские учреждения, которые все-таки есть, они в Новосибирске, а не в Омске. Ну, ладно, значит, 28 вузов. Естественно, поскольку вокруг там аграрный район, о чем я уже рассказывал, там большую роль играет Омский государственный аграрный университет. Ну, есть Омский государственный университет имени Достоевского, который Омск обругал. Теперь они назвали его именем университет. Ну, мед, университет. Много технических вузов, особенно транспортных. Все-таки транспортный центр, поэтому там транспортные всякие вузы, Омский государственный университет путей сообщения, например. Есть университет физкультуру и спорта и так далее. Ну, в целом, Омскую систему высшего образования критикуют за то, что слишком много вузов. То есть, если будут их укрепить, 28 вузов, если бы свести, допустим, один технический вуз, он был бы таким вот, как вот Томский политех, допустим, он бы поднимал серьезные проекты, а так все разбито, еще куча всяких частных вузов. Поэтому, в целом, получается, что не могут ресурсы отточить, и качество получается сравнительно низкое образование при этом. Вот в Томске, да, в Томске есть, допустим, ТГУ, это единый практически гуманитарный вуз, с которым вот все, а мелкие частные, они уже, так сказать, плавают вокруг ТГУ. И в Томске в основном есть, ну, политех и ИДГАСУ, два технических вуза таких, ну, и здесь тоже. Три технических вуза, однако они специализированы и друг другу не мешают. Вот говорят, что в Омске, из-за того, что много всяких вузов с узкой специализацией, они вроде как даже друг другу мешают. Имеется центр сибирского отделения РАН, и достопримечательность науки то, что имеется кластерный суперкомпьютер на 128 процессоров, и вот им пользуются все научные и образовательные учреждения Омска. Как обычно, проблема российской науки, это плохая связь с производством, хотя там вся наука прикладная почти в Сибири, все равно ругаются, что плохо связано. То есть, в принципе, они их в СССР и делали, чтобы они там разрабатывали что-то для нефтехима, для Омского, для сельского хозяйства, но из-за общих проблем, то что наука у нас фактически это чиновники, да, они особенно не понимают. Вот их назначили профессором, да, практически, потому что у него там папа профессор, да. И он особенно не понимает, а зачем ему вообще что-то разрабатывать для нефтехима, нахер это ему сдалось, он просто на должности получает от государства за должность. Ему нужно писать отчеты хорошие, а не нефтехиму помогать. Ну, про это много говорят, это как бы проблема тоже понимается, но почти ничего не делается. Хотя, ну, что-то делается, но недостаточно. То, что надо науку связать с производством через механизмы предпринимательского университета. То есть, чтобы вот эти чиновники стали предпринимателями. А зачем ему предприниматели, им и так хорошо. Я как раз тоже же в системе образования предпринимателей, а зачем им, я их хорошо всех знаю, как облупленных. Они в основном заботятся, чтобы правильно оформляли по стандартам все работы, как и все чиновники, да. По сути дела они обычно их не смотрят. Ну, понятно, потому что, а зачем им все дело, им надо оформить, представить. Ну, так же они, видимо, и в науке работают, они просто оформляют, да, и что-то представляют, а какой-то эффект им дофения. Ну, в общем, говорят, что и в Омске такая проблема. Бренд третья столица с некоторой претензией на особость, но говорят, что они работают, что всякие бизнесмены, более-менее раскрутившиеся, переезжают куда-нибудь в Новосибирск, в Тюмень, в Москву, как обычно, много едет, как обычно, из Сибири. Все-таки более-менее креативные, все перебираются. Ну, и в Томске, и по всей Сибири, на самом деле, та же ситуация, так что зря ноют. А омичи, что из них, от них все едут, от всех все едут, в Сибирь вообще покидает самая образованная прослойка, потому что перспектив нет. Несмотря там на отдельные успехи, Сибирь все равно это регион, который Москву кормит, но с этого почти ничего не имеет, и наука тоже вся в кризис. То есть деятели науки, культуры, бизнеса, как только хоть сколько-нибудь раскрутится, сразу все, лыжи, и по крайней мере в Тюмень, а лучше в Москву, ну или на Кубани. Краснодарский край, Сочи, вот это все зоны эмиграции сибиряков, которым надоела плохая сибирская погода, и теперь они задницу в Сочи греют, и там занимаются наукой, культурой и бизнесом. И таких очень много. Вплоть до мелкого предпринимателя Золотарева, который тоже в Краснодар в 2010 году двинул, и с тех пор на югах и болтается. Ну, в смысле, вплоть до меня, до автора этого всего текста. Политическая жизнь в Омске, говорят, характеризуется конфликтом между губернатором Омской области и мэрами города, причем независимо от того, кто там на должности мэра и губернатора. То есть там был губернатор Полежаев, ругался с мэром. Мэр тоже все время меняется, всякий новый мэр продолжает ругаться с губернатором. Потом губернатор Назаров тоже ругается с мэром. Это у них официально признается, что у них конфликт с 95-го года. Обе стороны обвиняют друг друга во всех проблемах Омска, ранее описанных в этом клипе. И, да, официально признают, что у них конфликт, что невозможно наладить какое-то взаимодействие. Виктор Назаров тоже говорил, что с мэром договориться невозможно, и вот это все продолжается. Оба, короче, Путину тоже пытаются что-то там пожаловаться и на мэра, и на губернатора. Ну, понятно, что если в 90-е они боролись через журналистов, выбрасывая компромат друг на друга, то есть демократически, в 10-е у нас уже свободная пресса-то прекратилась. Теперь они борются путем доносов Путину, ну, публичных по возможности. Средства массовой информации. Ну, есть местная ГТРК Омск. В общем-то, тут ничего особенного, как обычно по Сибири. Есть местные радиостанции и местные телецентры. Что касается религии, естественно, православие. И с самого начала струльника православный город. Крупнейшее культовое сооружение Успенский кафедральный собор. Первый православный храм аж в 1717 году, по всей видимости, был построен. Ну, также имеются, естественно, мусульмане, так как казахи и татары и мусульман есть 8 мечетей в городе. На преступность жалуются. Пишут, что в Омске еще с 1988 года был повальный рэкет. Меры принимались, в начале 90-х их всех арестовывали. Ну, по-прежнему все. Шла постоянная борьба при приватизации за вот эти все предприятия крупные советские, которые переходили в чьи-то руки. Стрельба, там убийства крупные, там бизнесменов, директоров, инженеров. Это все громкие всякие в 90-е годы были уголовные дела в Омске. Даже сейчас по опросам интернет-ресурсов жители считают, что в городе небезопасно и преступность высокая. Но мэр с губернатором валят друг на друга, что никто с преступностью не борется. Главный праздник день города, первое воскресенье августа и проводят массовые мероприятия, порядка 100 массовых мероприятий. Также отмечается, как и по всей России, Новый год. Там построили известный ледовый городок Беловодье в честь Нового года. Ну, там также, когда строят эти все штуки, смеются на то, что в Омске много недостроенного. Там в метро одна станция в Омске, аэропорт недостроен и так далее. Там много традиционных фестивалей. Допустим, аж с 1951 года проводится выставка садоводства и цветоводства флора. Ну, поскольку вот они курс держали на город сад, они сделали выставку садоводства. И вот там регулярно собираются садоводы и все это дело празднуют. Ну, много фестивалей, я не буду перечислять. Вот всякие кинофестивали там, Омская муза журнал выпускается. Определенная культурная жизнь есть, правда, нам неизвестно. Вот есть какие-то поэты местные, которых никто не знает. Но в плане культуры Омск известно чем? Что тут Достоевский, значит, пять лет был, Роберт Рождественский из Омска и Врубель, художник Михаил Врубель, он тоже из Омска. Ну, вот в общем-то и все. 2016 год отпраздновали 300 лет Омска, причем хотели к 300 лет Омска запустить метро и так и не запустили. Потом 2022 год был интернет-проект Омск в самое сердце. При поддержке Газпрома, вот пытались продвигать бренды. Омск известен тем, что много крупных музеев. Вот в плане музеев действительно один из крупных культурных центров, Краеведческий музей, музей изобразительных искусств имени Врубеля, городской музей искусства Омска, в общем, и литературный музей Достоевского. Если в Омске как-нибудь будете туристы, то там, да, видимо, есть что посмотреть в плане музеев. Продолжают их тоже строить, вот эту всю музейную тему там любят. Много детских выставок, хотели построить Эрмитаж Сибирь, то есть филиал Эрмитажа в Омске. То есть вот в плане, короче, музеев на первых местах Сибири именно Омск. Из достопримечательностей еще там есть Тарские ворота, Тарские ворота, которые вот строили в Омской крепости. И Омская крепость, естественно, вся там перестроена, развалена. И в 91-м году отреставрировали эти Тарские ворота, там музей, исковеры, все такое, в общем, памятник. Памятники в основном советские. Ленину, Достоевскому, Жукову, Карбушеву, Врубелю, ну и так далее, в общем, известным местным людям. Там такой есть памятник Любочка. Это вторая жена генерал-губернатора Западной Сибири Гасфорда. Как бы вот такая известная была в Омске. Музыкой занималась, и ей поставили памятник на Любинском проспекте. В плане культуры вот эта вся история про третью столицу характерна для Омска. То, что там при Колчаке, ну, в течение, наверное, полугода или года, была, в общем-то, столица России только белая. Вот это все уже, когда, естественно, коммунистов прогнали в 90-е, особенно в нулевые, в Омске раздували. Ну, в общем, там даже в самом Омске говорят, что довольно это все спорно, потому что, ну, этот период всеми считался кризисным. Что-то там травмфального не было. Сибирское правительство... Ну, я рассказывал прям подробно. У меня тут есть цикл про гражданскую войну. Я прям по документам сибирским, раз я сам как бы из Сибири, там как раз в моем цикле лекций по гражданской войне основной упор на эти события на Сибирь. В Омск практически правительство бежало из Томска, где было много левых эсеров, и они не хотели с ним иметь дела, потому что эсеры много болтали, нужен был фронт, воевать с коммунистами, поэтому правительство Сибирской просто в Омск переехало и там установило единоличную власть, а Томский парламент разогнал. Такая была история. Разогнав Томский парламент, Сибирское правительство решило позвать Колчака, авторитетного военного, чтобы он возглавил, что они хотели действительно все там объединить, централизацию проводили. Ну и вот уже в Омске совершился так называемый переворот Колчаковский, который просто заключался в том, что им из России прислали двух эсеров, чтобы они участвовали во всероссийском правительстве, и они этих эсеров арестовали, и в результате, значит, то же самое сибирское правительство просгласило себя всероссийским. Вот какие дела. То есть фактически это просто областники сибирские через Колчака оформились так, что правительство в Сибири не поменяется, а в то, что там они захватят Россию, судя по их дневникам, особенно-то и не верили. Просто они так оформили, что они будут считаться российское правительство, но никаких министров из России у них не будет, а будут все те же самые сибирские. Единственного министра они взяли Колчака, которого фактически использовали, ну, как главнокомандующий, он в основном занимался армией. Ну, про это я все говорил. Я о чем? Что третьей столицей России это вряд ли было. Ну, это было белой столицей Сибири. Вот это максимум. Раздувать это сложно, особенно вот в условиях путинского режима, когда белые приветствуются, а сибирское областничество нет. Помимо этого бренда «Белая столица» есть еще бренд «Город сад», «Город науки», но, в общем, говорят, что сейчас практически уже не сад, так что и нечего обсуждать. Про Омск писал Роберт Рождественский, он написал песню «Город детства». Также есть песня «Омские улицы». В Омске была секта Асгард Ирийский, которую разгромили, но лидер секты Хиневич говорил, что под Омском или на месте Омска была столица мира. То есть это вся секта Омска, и они, конечно, всякие там сказки про древних славян сочиняли, но и в том числе и про Омск, столица мира. Ну, кстати, я же лидер движения «За сибирский язык», я про что про Омск хочу сказать. Какой-то псих в нулевые годы пытался примазаться к движению «За сибирский язык», и выступал у меня все время на сайте «Вальгота». При этом этот псих все время говорил, что Омск должен стать столицей Сибири по каким-то религиозным мутным соображениям. Он был какой-то поп, то ли поп, то ли сектант, да хер, я не вникал. Вот всякая православная лобода, он тоже постоянно ее нес. Какая-то независимая сибирская церковь, и вроде как он ее возглавляет. Короче, таких психов у меня постоянно. Как будто идея, конечно, новая, возрождение сибирской аутентичности. У меня постоянно такие психи на горизонте, и так я его воспринимал, что какой-то фрик. Выглядел как сумасшедший. Ну вот просто к рассказам об Омске, этот фрик все время рассказывал, что Омск – это духовная столица Сибири, и она должна в перспективе стать прям всесибирским таким центром, и что-то, какие-то религиозные обоснования припахивал, которые, честно говоря, даже забыл. Ну вот, в общем, примерно все, что можно про Омск вкратце сказать.